приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такой вот ролик со скромным названием со скромной темой дата второго пришествия сус христа год и месяц его второго явления на землю как вам такое заявление я на своем авторском христианском сайте христолюб точка руль христолюб рф по-русски сделал такую страницу дата второго пришествия сус христа ну и здесь следующий текст написал но прежде чем смотреть это видео если вы не смотрели мое предыдущее видео 7000 лет вечности или 7000 7 дней равно 7000 лет жизни людей на земле советую посмотреть обязательно иначе будет вам непонятно это видео на этой странице как видите она в конце у вас прям будет если не забуду постараюсь добавить подсказки и в описании к этому видео конкретно это видео оно очень важно там я проговорю почему 7000 лет к этому я еще немножко вернусь но сейчас зачитаю вам то что я написал время день месяца год второго пришествия сус христа известно ли они они нам открыты ли ученикам христов самая великая тайна мира после первого пришествия иисуса христа на землю и всех евангельских событий происшедших более 2000 лет тому назад ответы на эти вопросы узнаете посмотрев это видео которое вы и смотрите многие христиане ссылаясь на 36 стих 24 главы евангелия от матфея озвучит он следующим образом одни же том и часе никто не знает ни ангелы небесный не сын а только отец мой один утверждают что невозможно знать время второго пришествия иисуса христа а доискиваться этого знания грех и даже хула на святого духа но так ли это на самом деле я отвечаю что нет это не так продолжая свою речь иисус закончите такими словами и так бодрствуйте потому что не знаете ни дня ни часа в которой придет сын человеческий то есть мы с вами видим в евангелии от 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 матфея это апокалиптическая речь иисуса христа 24 25 глава главы иисус два раза говорит в принципе об одном и том же но это прям рядышком там местам 24 глава 3 что стих и 25 глава 13 стих где иисус там гата бодрствование потому что не знаем ни дня ни часа да то есть еще раз я хочу чтобы вы зафиксировали эту простую очень понятную мысль да иисус говорит что мы не знаем знаете это вот удивительно как мы читаем всегда евангелие говорю мы никогда в него не вчитываемся не вдумываемся вот эта вот мысль о том что нам неизвестно время я нельзя так назвал время хотя слово время тоже как подразумевается может быть у кого-то в голове это часы да вот я не знаю как правильно подобрать слова что ну так называется в общем время до время пришествия с христа нам неизвестно на самом деле это не так иисус конечно же не 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 говорит о том что мы его никогда не узнаем и о том что тем более какая хула там что ты доискиваешься ведь иисус прямо сказал на самом деле вчитываясь слова иисуса мы понимаем что он говорит что одни и часы это очень важно знаете на самом деле нельзя даже в откровении будет сказано о том что мудрый да сочтут да уразумеет да иисус не зря говорит одни и часи до конкретный день конкретный час кто-то может быть возразит и скажет что это такой символьно образный язык но это абсолютно не так да у иисус очень часто высказывается символьно образно приточно иносказательно как я всем говорю да но и здесь не тот случай да иисус прямо говорит одни и часи иисус бы сказал времени никто не знает да вот и знаете я когда-то впервые то у кого-то услышал я не помню может быть как вот проповедник или просто там блогер какого-то христианина я даже тогда когда это услышал внутри ничего не как-то не покорежила не передергивал хотя я как говорится особенно знаете вот по нас несмотря на все учения мысли у всех разные да и в том же там православие есть разные конечно люди это понятное дело но в основном православом то же самое секта я за нее сейчас хочу сказать да учит что вот типу нет нет не домогасти кто знает у них вообще запрещено читать книгу откровения в церкви ну для домашнего чтения как бы не запрещают она вроде бы есть в корпусе библейских текстов да но ее абсолютно не читают в церкви так скажем при богослужении да что действительно удивительно неудивительно для детей божих на удивительно для для не детей божие должно быть причем неудивительно да странно книга откровения я согласен только с тем что глубоко в нее доискиваться было даже когда даниила бог открывает видениях события последних времен в вас не во снах вы помните видение да он ему сам говорит запечатай эту книгу бы она как бы ну я тут уже дополняет да речь божью в книге даниила что как бы запечатать эту книгу до последнего времени да ибо она бессмысленна раньше того и только когда эти события будут близко тогда она ппп появится вне это сила то нуждает этот эти знания которые необходимы да это действительно так вы знаете вот я тоже в каждом ролике я всем рассказываю может кто-то впервые попадает на мои видео я до событий 24 февраля 2022 года печальных событий когда рашисты напали на украинский народ и возможно да еще еще пока нельзя утверждать но возможно только по времени папа по событиям и сможем сказать что это произошло что возможно зажгли очаг третьей мировой войны тогда я конечно стал снова обращаться к к к этим мыслям с этой сегодня заикаюсь как ты впервые у меня такой к этим мыслим о последних временах о книге откровения да и буквально с тех пор я стал снова говорить о том что там про апокалипсис про всадников про все события да хотя до этого я откровение последние времена уделял очень мало внимания в основном все мои ролики были записаны если и на эту тему были то они были в таком форме обличения тех бредни и тех уже всяких учений мысли которые вот об откровении последних временах говорится даже как раз обличал что-то выдергивают что там уже паспорт какой-то там единая карточка это печать антихриста я все показал что и показалось всегда что этих событий нет я всегда говорил что мы утверждал просто говорю утверждал и показывал доказывал писание в частности книга откровения и вообще и из нового завета все что есть места из ветхого завета что мы даже не вошли в нее я это утверждаю в общем-то и до сего дня потому что разгорание это еще не пожар да и вот если мы действительно начнется третья мировая тогда все станет понятно если мы действительно увидим сбывающиеся события этих печати ангелов трубящих тогда нам все станет ясно да вот но когда все это началось я стал выпускать достаточно много видео крайне видео перед этим практически записал почему я это делаю да ну потому что чтобы люди не издыхали от страха до надвигающиеся бедствия на вселенную и вот по поводу этой мысли тоже когда впервые услышал я и не то что не придал сильно значение потому что я у меня все это действительно мало интересал то что я понимал бессмысленно доискиваться до этого да если мы даже не вошли в книгу откровения но когда мы действительно при дверях начинаешь задуматься обо всем об этом да и вот тогда это уже это услышал это не отверх потому что действительно фраза читается речь иисуса читается в принципе можно конечно все что угодно каждый вклады какой хочет смысл но я лично конечно же не вижу здесь никакого сильного языка хотя в апокалиптической ты речь иисусу полно было и и символьных речей несколько притч и он рассказал о суде о последнем времени и чередует как всегда и символьную речь свою с обычной речи понятные вот ну в данном случае он прямо говорит что одни и часи о том никто не знает говорит это я говорю в принципе можно сказать дважды до повторяет ну и я пишу и так два раза иисус говорит о том что мы не можем знать дня и часа но он не говорит что нам его ученикам живущим в любви ко всему и творению то есть миру нас окружающему то есть к нему всячески во всем пребывающим не будут открыты год и месяц его второго пришествия на землю схема ниже поможет нам вычисление года месяца второго пришествия иисуса христа я вот сделал такую иллюстрацию вы сможете если кому надо скачать сохранить с этой же страницы я ее адресе и добавлю в описании к ролику в первом скрепленном комментарии с не забуду как я уже говорил вы вам тяжело будет понять кое-что если вы не посмотрите вот это вот мое видео 7000 лет вечности до 77 не равно 7 тысячелетий я единственно что хочу в этом видео кратко сказать что она там упустил мне потом в личке девчата там писали я там в принципе сказал ну как видите у нас в принципе временная шкала до от нуля от сотворения адам и евы и туда до бесконечности у нас естественно есть отсечки ну 0 с этого адам и его сотворение первого человека 1600 год но и потоп 4000 год от адама с евы или нулевой год рождества это ждество христовый нулевой год от рождества христова как мы называем и 6000 лет это двухтысячный год в которую мы с вами все когда-то недавно жили и 7000 лет что такое с 6 до 7 вот я желтеньким таким обозначил ну цветом солнышко это радость наша это тысячелетнее царство со христом вы скажете что она уже началась об этом я сейчас попозже скажу ну и дальше 7000 это уже восьмой вечный день день вечности где нет уже не времени есть движение и жизнь но нет как такового времени потому что нет конца нет смерти нет нет тления ничто не тленно ничто не умирает не перерождается это уже новая земля и новое небо ну а естественно на рубеже 6 7 тысячелетий 7 8 тысячелетия великие страшный суд над всеми людьми которые в тот день воскреснут по поводу я сказал что в принципе есть первое что говорят что ну какие аргументы против или ошибочности нашего лет исчисления кто считает повод от рождества христова что говорят что ну кто там точно посчитал может быть христос родился на стак сдвинуть тому что он там ошиблись на несколько лет и может быть сейчас не 2000 вот сегодня у нас 16 октября 2022 года может сегодня 2025 год или наоборот 2018 еще в том что там ошиблись на пару лет и у нас сегодня не точная дата я ответил что это не имеет никакого значения для меня для человека живущего сегодня потому что я верю что бог знает все искажения наперед не зря у нас есть пророчество и хоть мы с вами живем в пространстве временном измерении но живем внутри вечности да богу все известно от начала что было и что будет в конце он альфа-омега первые последние в нем нет ни начала ни конца и я верю что бог все предусмотрев знаю что как мы будем жить несмотря на все обманы все у нас совпадет поэтому я верю что сегодняшнее летоисчислений мы можем им пользоваться ну и девчата там в чате у меня спрашивали как же насчет иудейского летоисчисления и славянского я и сказал девчатам что мне они тоже до лампочки я прекрасно понимаю что для грешников они есть грешники все эти славяне с топорами насущиеся со своими родами и богами все эти иудеи которые отвергли христа все этих не лживые исчисления в них абсолютно не верю я не доверяю я не верю что грешникам открыта истина а не верю потому что знаю это да вот поэтому мне до лампочки что они там считают я не не собираюсь даже там что-то пытаться исследовать оправдывать подтягивать насколько они ошиблись где не извратили там что и понятия не имею и даже то скрывать и понтоваться не буду мне это просто неинтересно вот и все я верю что господь открывает своим ученикам сюда вот как сказано в библии не творит бог ничего пока не откроет рабам своим пророкам да и вот для нас известно более того сама сама лет исчисления вот мы ведем с вами заметьте от рождества христова да вот от этого события ну его так можно и называть я вот так назвал первое пришествие иисус христа в виде я как бы все взял в один кубик но ведь пришествие иисус христа это же не 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 мамолетная и там мгновение по шкале времени по шкале по истории человечества нет это его рождение первое да это таких как бы ярких крупных событий которые нас интересует этой вы помните его так называют богоявлением или явлением христа народу есть такая картина иванова но она же крещение выход на проповедь иисуса ну его трех с половиной летняя проповедь и там целая череда событий его арест его и суд над ним его бичевание убийство иисуса христа его раз через распятие его воскрешение и его вознесения ну по сути тоже так скажем можно немножко сузить до одного дня до одного события это конец его земной жизни до первого пришествие на земле мы это как бы называем одним событием первое пришествие иисуса христа да и от него все кто считает себя христианами и ведут и лет исчисления ну понятно оно принято и в общее и язычники и грешники вынуждены вести яме до тех людей кто действительно искренне рад тому что ведется лет лет исчисления от евангельских событий от того от того великого дня который когда-то произошел бог любовь явился во плоти который был прежде пришел сюда откуда к и ушел туда где был прежде и пришел оттуда где был всегда это очень важно дай поэтому я я верю да уходит слово употребляю на самом деле знаю что бог вот делает именно так и нам это все понятно и открыто поэтому еще раз оговорюсь мне не интересны не интересными славянские летоисчисления не эти мамайские какие-то или как там как эти то были в северной америке кто же там жили мая да не не по племенам мая мне не интересными тем более мне интересные иудейские эти бредни все уже ложь это все до которая отвергла иисус христа и до сих пор его поносит мне интересно то что человечество приняло за истину да это то ли это исчисление которое идет от рождества христова вот и я верю несмотря на все ошибки что бог все так так все устраивает что все 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 там открывается все получается гладенько да вот ну и по поводу людей вот эти что один день как тысячи лет я еще раз оговорюсь посмотрите предыдущие видео на который дал ссылку мы с вами живем сегодня вот у нас как я сказал 16 октября 2022 года по поводу второго пришествия иисуса христа я вам покажу очень простые знаете незамудренные несложные вычисления пост которых вы просто сами решите принимать или нет я знаете это вы знаете хорошо сказано когда бог говорит как узнать пророка да вот если пророк скажет и не сбудется но это лживый пророк да если он будет говорить именем моим это очень важно да и не сбудется то то это лжепророк это лжевый пророк поэтому меня залже пророка не считайте это то простой причине что я не говорю не собираюсь ничего говорить от имени бога весь сегодняшний ролик который я решил записать дату еступших иисус христа это мои личные субъективы как не очень часто я всем говорю что да есть субъективно есть объективные вот то что я проповедую истину это объективно я проповедую любви свободе вечной жизни это объективно потому что это просто есть бог просто есть бог есть любовь бог есть свобода и бог есть вечность я проповедую о том что есть если точно так же как сказал бог моисея на вопрос кто он он просто есть мы просто вечны мы свободны избирать между добром и злом до избирая любовь Мы пребываем в благо бытии Это просто закон Вот и все Тут просто антиномия Свободы и любви Получается, есть же не любовь, но да, когда ты свободен Потому что свободен избирать Между добром и злом Ты что-то же избираешь Всегда избирай добро и всегда будет любовь Поэтому сегодняшний ролик Это мои личные изыскания Это мои личные мысли Конечно же, я упрошаю к Богу Но я не претендую на то, что Свидетельство, что мне Бог тут с небес открылся Сказал, передай церкви Божьей такую вот Дату моего второго пришествия Нет, это мои личные откровения Это позыв моего сердца к Богу Бог, я считаю, что мне, конечно, что-то отвечает Да Мои мысли корректируют Но я не могу поднимать палец небом И говорить так, говорит Господь Нет, это все мое личное Принимайте или не принимайте Это ваше дело Поэтому, даже если это не сбудется Лжепророком можно меня Знаете, есть такое понятие, как репутация И погубленная репутация То таким образом даже моя репутация не погибнет Я просто высказываю свои мысли Потому что Вы знаете, что происходит в современных мире В современных событиях Что действительно, возможно, мы входим в книгу откровения Как я всем говорю, при дверях Сегодня мы в этом еще раз убедимся Я не зря в Столько роликов, кто смотрел Прежде чем этот ролик Посмотрите, хотя бы 10 роликов назад Отмотайте Если кто-то зашел на мой канал Посмотрите, сколько я Прежде чем подойти к этому видео Записал роликов о последних временах Об апокалипсисе, о седьмине И знаете, там у меня такая прямая связь получилась Что действительно Почему в последние времена это 7 лет Это очень важно Что одним из аргументов стало даже Мое личное откровение Почему я стал в этом утверждаться Хотя я там все записывал про седьмину И по событиям есть ролики Мы последовательно с вами смотрели И вот именно Что если вот эта дата Которую я вам сегодня покажу Не дата Ну дата, если хотите Без дня только Второго путешествия Иисуса Христа Почему она похожа на правду Потому что действительно И похоже, что книга Откровения 7 лет Именно потому что Все сходится Но об этом чуть дальше На самом деле На сердце Бог мне положил Как я считаю Видите, я хоть и говорю имя Но хотите, я так не буду выражаться Хорошо, что мне Бог на сердце положил Я так думаю, что Нам известны Вот как я вам говорю Из первого пришествия Иисуса Христа Три очевидных для нас Мы, конечно, сегодня не будем Всю жизнь Иисуса вспоминать Три события Которые просто нас В рамках сегодняшнего ролика Интересуют Это Рождество Христово Так называемое Как праздник говорится Ну, это рождение Бога любви Явившегося во плоти Это тридцатый год Ну, так считается Это тоже, кто знает Все как бы Не доказано Но мы Ну, действительно Предание об этом Говорит И какие-то исследования Да Что действительно Иисусу было где-то Тридцать лет Когда он вышел на проповедь То есть Его явление было Его крещение Его испытание в пустыне Он выходит на проповедь Проповедовал Ну, это по Евангелию Видно, что Действительно Где-то Три раза Он, получается Был в Ярусалиме Ну, на этих трех праздниках Праздниках Пасхи Еврейской Да То есть Его служение продолжалось Около трех с половиной лет Да Получается В возрасте трех Тридцати трех лет Там с половинкой Где-то Он был арестован Судим Два раза Казнен Первый раз Через бичевание Это наказание Которое С 50% летальным исходом Но оно не состоялось Его тут же Предают Другой казни Это распятие на кресте Иисуса убивает Он умирает На кресте Его кладут во гроб Через три дня Он воскресает И Через Некоторое время После явления Различного Множественного явления Своим ученикам Он возносится на небеса Откуда мы его и ждем Точно так же Как он Как он туда ушел Соответственно Мы с вами Зеркалом накладываем Все то же самое К 33 году Мы сколько прибавляем С вами Две тысячи лет Один день Как тысячи лет А тысячи лет Почему два дня Я говорю Вы поймете Только посмотрев Вот то мое видео Где 7 дней Равно 6 лет Я там все рассказываю Там я по Евангелию Показываю Два интересных момента Где приточно нам сказано Что с язычниками Будет Иисус Два тысячелетия Два дня Или два тысячелетия Что такое цифра 6 Это как раз переход От 6 к 7 Тысячелетию От 6 к 7 Дню Дню покоя Вот То есть там все сходится У нас получается С вами 2000 год Год рождения Кого? Догадайтесь Это рождение Антихриста Я тут в скобочках Написал Приход Путина К власти Вы знаете Удивительно Что Путин Действительно Путлер Я его называю Кто знает В аналогии с Гитлером К отсылке В общем-то Это его сущность Возможно Он и реинкарнация Гитлера Никто не знает Действительно Такое удивительное совпадение Что Путин Пришел к власти На переходе Тысячелетий Меня Сестрица Спросила В чате А что Получается Путин антихрист Я говорю Нет Путин не антихрист Им вряд ли будет Но это просто удивительно Но он тот Возможно Кто зажег Вот эту вот Искру Третьей мировой Да Это тоже Так скажем Говорящий О чем-то Да Вот Ну антихрист Помните Ян Богослов И всех называл Кто вышел от нас Но не были наши Да Вот Ну конечно Если мы говорим О той конкретно Последней личности Которая будет Во время В последнее время То это конечно же Не он Хотя Кто знает Я так и говорю Но это Ну так не похоже Вообще на это Да Вот Но действительно удивительно Путин приходит Действительно На рубеже Тысячелетий Да Но и в этот год Возможно Я буду все-таки Сегодня выражаться Ладно Такими словами Возможно Я думаю Хотя вы знаете Припробовать истину Я себе такого не позволяю А тут я поднимаю Палец к небу Я говорю Я говорю Истину Но сегодня мы будем Употреблять такие слова Чтобы никто не смущался Чтобы действительно Не быть потом пророком Говорящим именем Господнем 2000 год Рождение Антихриста Соответственно Иисус Как ушел Так и приходит Но соответственно Приходит он Через 2000 лет То есть 33 Третьему году С половинкой Прибавляем 2000 лет Получается 2033 год Второго пришествия Иисуса Христа Но И принимая то Что книга Откровения С вами у нас 7 лет Последние времена То соответственно И вы помните Что она делится Пополам И уж даже Как бы она Даже пойдем Постепенно Вы помните В книге Откровения Что Где бы она Не была Сколько бы она Не была Но точно До второго Пришествия Иисуса Христа Царство Антихриста Будет 3,5 года Это четко Поэтому Во царице Он Явится Заметьте Аналогия Абсолютно Похожая Что Иисус Давайте мы Подотрем Еще раз Значит Иисус Вознесся В 33 Году Я буду Давайте без Половинки Говорить Что просто Говорилось Легче Вознесся От своих Учеников В 33 Году Придет В 2033 Году Он Явился Народу В 30 Году В 30 Году Явится Антихрист И будет Он будет Вместо Антихрист Антихрист Вы знаете Да Приставка Вместо Она как Анти Она как раз Означает Два Сразу Два смысла Несет И вместо И против Него Что это Говорит Он Понутри Будет Против Него Абсолютной Противоположностью Христа Богу Любви А внешне Будет Вместо Него Будет Как раз Тем Называться Царем Царем Царей Вечности И так далее На самом деле Он будет Вместо Он будет Обычный Человек Хоть мы Все Образоподобие Бога Все мы Боги Дети Всевышнего Но этот Вознесется Выше Богов И Соответственно Если мы Верим Что Книга Откровения Вы Помните По Предыдущему Ролинку Тоже Можете Посмотреть Что Апокалипсис Великая Скорбь Тут Называет Целиком Хотя Там Не Совсем Понятно 7 лет То Еще Три С План Года Или От Три Три С План К Отнимаем 7 Лет То Получается У нас Две Ты Двадцать Шестой С Похоже Это На Правду Я Вам Скажу Что Похоже Вы Видели Мои ролики Когда Я Просто Говорю О Современных Событиях Я Не Так Часто Выпускаю По Поводу Всех Происходящих Событий В Реальной Жизни Я Озвучив Какие Громкие Когда Началась Война Когда Могилизация Началась Когда О Ядерных Взрывах Заговорили Я На Какие Крупные Вещи Реагирую Конечно По Мелочи Я Не Слежу Я Слежу Я Ничего Не Не Упускаю Ролики Что На Фронте Происходит Мировых Событиях Что В Европе Сказали Что Америке Сказали Я Пишу Общими Такими Темами Взаимосвязь Все Это Была Именно Такая Общая Для Христиан Кому Все Это Открыто И Вы Знаете Несмотря На То Что Я Говорил Что В Одном Из Роликов Я Кратко Все Так Записал Что Действительно Сценарий Третьей Мировой Войны Что Возможно Если Он Уже Начался То И Путин Там Все Путлер Обещает Бросить Ядерную Ядерную Войну Развязать Что Она Будет Уже Весной Это Будет 2023 Год Да Вот Ну Понятно Это Будет Не Уничтожение Планеты Как Все Любят Пошуметь Да Нет Просто Начнут Бомбить Конечно Начнется Ядерная Зима Что Там В общем Куча Катаклизмов Но Мы Как Будем Жить Вот Ну Просто Мне Кто Написал Что Типа Ну Ты Сам Говорил Что Вот А Вот Получается Что 2026 Год На Сам Деле То Что Я Говорю По Поводу Того Что Даже Он Там Нажмет И Китай Там На Тайвань Нападет И Все Это Разгорится Огнем Гиена Огненной По Всему Лицу Земли Это Мои Предположения И Насчет Того Как Они Будут Скоро Развиваться Быстро Я Могу Ошибаться Я Началось А Почему Потому Что Быстрее Закончится Естественно Нежелаю Никому Страданий Боли И Ужаса Но Как Иисус Сказал Не Терзаться И Не Ужасаться И Надлежит Всему Тому Быть Уж Раз Надлежит Как Говорят Уж Идти К Врачу Уж Быстрее Сходить Отмучиться Как Мы Все Говорим Там Что Вот Если Чему Надлежит Быстрее Отмучиться Вот Я В Этом Контексте Не Имею В В В В В Любовь Проповедую Желаю Всем Страданий Нет Раз Уж Всему Надлежит Быть Уж Поскорей Б Да Тысячелетнее Царство Со Христом Всех Святых Вот Радость Тогда Поэтому Все Жаждемся Все Это Побыстрее Началось Даже И Побыстрее Закончилось Просто Вот И Тем Более Мы Это Будет Сокращено Иначе Не Уцелела Никакая Плоть Да Вот И Вы Знаете Несмотря На То Что Я Так Говорил Про Такой Ход События На Сам Деле Все Может Быть Не Так Все Это Может Растягиваться Еще Насколько Это И Знаете Я Когда Вспоминаю О Второй Мировой Войне Ну Не Воочию Которую Я Видел А Много Чего Вы Знаете Изучал И Следовала Ведь Вы Помните Ведь Она Непосредственно Связана С Первой Мировой Когда Германия Решила Взять Реванш За Так Назваемое Непонятное Поражение Такое Техническое Поражение Предательское Как они Вызывают Что Типа Просто Их Политики Предали В военном Плане Они Не Проиграли Ведь Им Было Запрешено Там И Армию Иметь Много Властей Вся Национальная Партия Национал Как она Там Демократическая Социалистическая И Вы Помните Что Они Они Все Это Забили На Все Это И Стали Включили На Полную Военно Промышленный Комплекс ВПК Так Называем И Там Буквально Как раз Пятилетку С 35 Там Раньше По 39 Они Все Это Наштамповали Всю Ту Машину Смерти Которую Сделали Вопреки Всем Там Договорам Обязательствам И так Далее И Вот Несмотря На то Что Я Чисто Про Ядерный Удар Предположил Конечно Я понимаю Что Все Это Может Очень Долго Длиться Видя Как Сейчас Рашисты Уже Не с Украины Воюют А с Америкой С НАТО И так Далее Я Сказал В частных Беседах Что Не сомневаюсь Что Российский ВПК Включен На Максимальную Мощность Об этом Ничего Не говорят По телевизору Радио Интернету По вашему Интернету Вот Но я Не сомневаюсь Что Так И Плюс Какой Задается Тон Самим Прям Путлером Для Пропагандистов Они же На него Смотрят Что Кто Видел Последнее Его Послание Когда Они Признавали Эту Оккупированную Территорию Украины Своими Весь Весь Монолог Был построен О негодном Западе Америке То есть Речь Вообще Об Украине Практически Не шла Да Вот Я не сомневаюсь Что это была Так скажем Методичка Тех Задания Для Пропагандиста Чем Они Теперь Должны Расчеловечивать До Конца Полу Рашистов Недоделанных Рашистов Колеблющихся Русских Рашистов Да Тут Смотря Куда Его склонят Он Либо Русским Останется Либо Рашистом Станет Да Вот И поэтому Знаете Вполне Возможно Что Вот эти События Которые Описаны В книге Откровения Которые Начинаются С печати Они Действительно Начнутся Вот именно В 26 Году Сейчас Это только Разминка Да Вот Мы видим Как смотрит Китай Там на все Что происходит Вот И действительно Так Знаете Все Как бы Складенько Складывается Иногда Кажется Что Просто Что Ой Да Это еще Так Время Неужели Там На Украине Столько Конфликт Будет Длиться Слушайте Когда Все Началось И они Хотели Рашиста За 3 Дня Киев Взять Да И действительно У многих Даже У меня Были Так Ну Все Хана Там Сейчас Всех Завалят Вот Нет Ничего Не Произошло И Время Начала Даже Давить Начинает Отвоевывать Оккупированные Земли При этом В России Начинает Проводить Мобилизацию Сначала Частичную Как они Называют Потом Будет Массовая Это Очень Много Людей И плюс Не говоря О том Что Это Кого-то Сейчас Пытаются Кидать Дыры На фронте Затыкать Но Ведь Другую Массу Все равно Обучают Из них Пытаются Сделать Таких Вояк Мы Не знаем Все Войны Заметь Это Хитрости Коварства Это Тайны Обманы Лукавства Все Что Говорят Одно Дело Другое Делают Вид Что Нападают Тут На самом Деле Бьют Там То Самое Внутри Страны Происходит Говорят Что Мы Ничего Не Делаем Лапки Поднимают А Сами По Полной Программе Все Делают Поэтому Это Все Надо Понимать У меня Очень Все Складывается Да Что Все Возможно До 2026 Года В принципе У нас С вами Уже Через Пару Месяца 2023 Год До Второго Пришествия Получается Остается 10 дней А до 10 лет А до Книги Откровения Три Года Вполне Может Быть Я думаю Причем Если Вы Посмотрите Ну Следите За Всем Событием Европа Там По Полной Программе Мало То Сколько Отдали На Украину Естественно Они Включили Все Они Об Этому Никто Не Говорит Публично Что Там По Полной Программе ВПК На Красную Мощность Все Заработали Да И днем И ночью Никто Конечно Об Этому Говорить Не Будет Вот Очевидно Что Все Это Так Везде Идут Мобилизации Я имею Пусть Даже Не Скрыт Ну Слово Мобилизация В смысле Мобилизация Всех Усилий Да Вот Если В таком Понимании То Есть Там Везде Всякие Учения Начинаются Сборище Там Все Ну Естественно Прямо Учения То 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 Отрабатывает Нападение И так Далее Подняты По Красной По Тревожной Кнопке Так Сказать Вот То Все Мы С вами Это Видим Да Перевооружаются Все Пересматривают Пересмысливают Мне Особенно Кто У меня Это Из Которые Слушают На своем Языке Мне Это В принципе Доступно Все Только Как Говорится Кто Русскоязычный Переваривают Какие Блогеры То Средства Информации Ну Из Журналистов Такие Как Там Дождь Навального Все Эти Проекты Да Вот А мне Естественно Пишут Из Переваривают Собирают Переваривают Вот И Действительно Мобилизация Везде Начинает Там От Финляндии Вот Так По всей Европе Латвии Польши Литва И Дальше Глубина И Все Это Происходит Мы Вообще Мало Что Понимаем Что На Востоке Происходит Кто До Нас Из Китая Что Доносит Вот Мы Только Знаем Что Откуда Все Предупреждения Да Там Байдена Байден Вслух Говорит Что Если Китай Если Такое Произносится Вслух Значит Для этого Есть Повод Потому Что Это Портит Как Говорит Настроение Там Колебает Рынки Финансовые Экономические И Так Далее Да И Тут Байден Несколько Раз Несколько Раз Два Или Три Раз Что Китай Нападет Публично В Полноценно Войдем К Чему Это Говорит Публично Значит Уже Там Что То Знают А Как Мы Видим Разведка Американская Работает По Полной Программе На Примере Украины Мы Все Кто За При Дверях И Все Эти Угрозы Все Это Конечно Будет Ядерная Война Будет Однозначно Это Вообще Без Вариантов Уже Вопрос Просто Когда С Какой Силой Это Не Факт Что Как Мы Все Говорим Один Бросил Тут Его Закидали Нет Все Может Быть Совершенно Не Структуру Вообще Близко Ничего Не Хочу Иметь Презираю Всех Военных Всю Эту Военную Хунту Любых Стран Даже Так Назваем Оборонитель Зло Злом Не Побеждается Это Не По Христиански Вот Но Когда Говорят Все Говорят Что Возможно Америка Ответит Чтобы Не Разжигать Да Она Ответит Не Ядерно Если Даже Путин Рискнет Так Скажем Не Блефануть Как Он Говорит И Все Так Показать Но Тоже Не Грудой Закидывать А Местного Назначения Бомбочкой Продемонстрировать Палкой Помахать То Ответит Ему Не Ядерным Оружием Ответит И Он Тоже Еще Сто Раз Подумает Ну Хорошо Ответили А Что Я Дальше Буду То Это Не Факт Что Ему Отвечают Не Ядерным А Он Опять Ядерным Нет Он Еще На Какое Время Может Что Задуматься Что Передумать Что Подготовить Может Не Готов К Времени Все Вполне Похоже По Поводу Того Что Мне Говорили Не Точно Совпадает Ты 4000 А Что Получается Мы В 6000 Живем В Тысячелетнем Царстве Слушайте Но Все Это Очень Тоже Где -то Это Получается Конечно Если Ведь Если От То Да Мы С Вами До Первой Считаем Как Я вам Сказал Ведь Мы Считаем Первое Пришествие Это Жизнь Иисуса Мы Сжимаем До Одной Точки А Где Она Кончается Эта Точка При Рождении Или При Явлении Или При Вознесении Это Тоже Очень Важно То Мы Эти События Сжимаем До Точки Если Мы Эти Сжимаем До Точки Тогда Все Просто Получается Да А Конечно Мы Просто Разжимаем Жизнь Человека Это Не Ниже Секундное Событие Это Все Надо Понимать Вот Это С одной Сторон Все И Точно И С одной Стороны Есть Небольшие Приближенности Это Тоже Как Б Важно Понимать Да Вот То Я Мог С 33 Года Адам И С Евы Посчитать До Считаешь От 33 Лет Адама С Евы Ну Тут Как Б Есть Точки Позиционные Да Вот Я Жизнь Адам С Евы Там Под Тысячу Лет Жили Да Вот И Там Не Было Симметричных Событий Чтобы Мы Как Считали Так Что Вот Так Вот Как Я Сказал Это Мои Лишь Мысли Догадки Насколько Они Соответствуют Действительности Решайте Сами Как Вы Видите Формула Очень Простая Я Написал Что Если Вы Видите Как Видите Я Не Зря Так Дату Показываю То Да Времени Мы Не Знаем Просто Вы Знаете Я Сам Обличал Кто Помнит Все Ремь Вот Этих Ждунов На Чемоданах Протестант Там В основном Это Восхищение Почему Они Ждут Даже Не Второго Пришествия Восхищения Они Восхищение Ждали На Моих Глазах Я Не Раз Видел Как Публично Там Сидят В Трансляции Ждут Восхищение Вот Это Конечно Полный Бред Точно Так Же Как И Второе Пришествие Ни Дня Ни Час Очень Важно Не Знать Что Годы И Месяц Почему Я Считаю Что Седьмой Месяц Как Я Написал На самом деле Не Седьмой А Я Скажу Так Что Иисус Придет Где То Если Тридцат Третий Год То На Грани Точно Так На Рубеже Шестого Седьмого Месяца То Конец Июня Начало Июля Вот Вы Опять Скажете Какая Конкретная Дата Иисус Не Может Его Приход Растянуться На Неделю Нет Это Понятно Приход Это Мгновенное Событие Так Скажем И Точно Не Известно Когда Это Если Я Скажу Что Это Будет В Ночь С 30 Июня На 1 Июль Получается Я Вам Дату Назвал Иисус Сказал Ни Дня Ни Часа Поэтому Тут Есть Место Есть Возможности А есть Где Наоборот Не Можем Утверждать Какие Те Точности Не Суть Важно Что 25 Июня Это Не Рубеж Прям Не Ночь Это Образно Говорится Плюс Минус Недели Как Мы Говорим И туда И сюда Может Быть Хотя Очень Складно Получается Почему Шестой Седьмой Ну Потому Что Опять Просто Очень Стыкуется Что Седьмой Шестой Седьмой День Как Шестой Седьмой Тысячелетие Рубеж Иисус Приходит Точно Так Жем Месяц Просто Очень Похоже Что На Шестой Седьмой Месяц Между Шестым И Седьмым Месяцем Да Получается Нет Ну Во-первых Вы Поняли Почему Я По середину Во-первых Лето Так Скажем Беру Потому Что Тридцать Три С Половиной Если Мы Так Ноль Иисус Прожил Тридцать Три С Половиной Вот Хотя Там Тоже Всего Этого Прям Досконально Так Нет Но Так Опять Почему Иисус Ты С План Годок Проповедовал Ведь В Евангелии Как в таковом Мы не знаем Но Именно Вот Это Вот Именно Именно То Что Нам точно Известна Дата Царствования Антихриста Я говорю Она Прообраз Зеркала Явление Христа И его Проповедь Они же Зеркальные И так Как они Зеркальные Действительно Из книги Откровения Она лишний раз Если мы Из Евангелия Как раз Точно не знаем Цифры Проповеди Христа Только Раз Получается Откровение Нам дает Такую Подсказку Сколько Проповедовал Христос И сколько Ему Как бы Так лет Было Тут Видите Как Все Оно Замыкается И Друг Друга Так Дополняет И Зацикливает И Поэтому Конечно Если так Считать Тут Середина Года Но Середина Года Это Июнь Юль Август Что Такое Но Почему Между Шестым Седьмым Месяцем Опять В аналогии Шестым Седьмым Днем Шестым Седьмым Тысячелетием Вот Так Так Что Так Такие Вот Мои Простые Расчеты Хотите Верите Хотите Нет Это Дело Ваше Вот Мне Мне Как Это На сердце Лежит Сколько Я Сейчас Видео Писал Естественно Об этом Я Тоже Думал Вот Так Мне Все Это Открылось Кто Видел Сколько Я По Книге Записал Показал Господи Сколько Мы Еще Будем На этой Земле Вот Этот Вот Весь Ад Святым Людям Здесь Очень Тяжело Уже Хоть Второго Пришествия И Хоть Чтобы Все Были Со Христом Во Первых Он Нас Всех Христиан Рассудит Потому Что Мы Тут Вечно Что Тоже Спорим Выясняем Перестанем Наконец Спорить Выяснять Все У него Спросим Все Что Нам Непонятно Он Будет С нами Помните Как Он Сказал Своих Учениках Всех Кого Ты Дал Мне Вопрошая Так Скажем Говоря Боге Отце Никого Никто Не Погиб И Никто Из Моей Руки Не Взят Никого Никто Не Может Быть Восхищен Из Не В Таком Умственном И Духовном Понимании Как Были Ученики Вы Помните Из Евангелия Это Показывало Насколько Они Были Неразумевающие Сам Иисус Их Конечно Обличал Что Они Мало Чего Понимают Мелочи У нас Может Быть Остались По Жизни Бог Нас Всех Подправит Подкорректировать Это Будет Здорово Будем Уже В Нетленных Телах Господи Как Надоели Эти Болячки Уже Все Да Уже Сил Нет Это Будет Здорово Просто Одно Только Не Боление Да Уже Уже Сколько Счастья В жизни Когда Ты Абсолютно Здоров Абсолютно Здоров И Со Христом Какой Еще Здоров Бессмертен Так Скажем Да И Со Христом Чего Еще Чего Как Как Этого Хочется Ждать И Ждешь Это Не Только Лично Для Себя Вообще Для Земли Это Очень Важно Потому Что Смотря Насколько Вот Именно Всех Тих Страданий А Действительно Когда Мы Будем Созерцать Еще Все Что Будет В Последних Временах Масштабы Ничего Нового Как Я Говорил В Книге Откровения Не Происходит Все От Древних Времен От Первых Песен Адама С Людей Страдаем Вот И Все В Страданиях Разрушения Природы Животного Мира Да Мы Только Лишь Масштабы Будем Видеть А Так Ничего Нового Конечно Происходить Не Будет Все Что Было Раньше Уже Есть И Будет Все То же Самое Не Зря Эклезиас Так Об Этим И Говорил Но Масштабы Будут Действительно Поражать Потому Что Нас Просто Очень Много На Этой Земле И Плюс Мы Все Видим Да Все Показывается Теперь У нас Интернет Глобальная Сеть Мы Все Видим Все Понимаем Мы Просто Будем Обалдевать От Всего Того Ужаса Что Будет Вот Все Сыпаться На Нашу Несчастную Голову И Будет Издыхать Вот Так Вот Так И Мои Быси И Сложные Почеты На Сердце У меня Все Похоже Действительно Земля Уже С 6 Тысяч Лет От Страдала Уже Столько Ужасов Действительно Убог Один День Как Тысяча Лет Еще Расскажу Посмотреть То Видео Оно Тоже Все Взаимосвязанное Там Все Это Рассказывал Показывал Тоже Все Очень Сходится Ну И Да Сколько Ж Можно Уже Пора Гряди Господи Мы Уже Тут Просто В аду Без Тебя Действительно Скоро Расколем Этот Маленький Земной Шарик На Котором Всем Хватает Места Всего Хватает Ну И Все Готовы Только Рвать Убивать Насиловать Грабить Лгать Обманывать Предавать Коварствовать Никто Не Хочет Жить Святым Никто Не Ищет Господа Никто И Ищет Любви Так Что Вот Так Вот В принципе Это Все Такое Вот Видео Если Это Так Конечно У меня На Сердце Радость Конечно Хочешь Чтобы Побыстрее Так Задумаешься Десять Лет Вы Знаете Сейчас Мне Вот Сорок Через Пару Месяцев Будет Время Настолько Быстро Летит Вот Когда Конечно Мы Все Можем Без Второго Пришествия Сами К нему Отправиться Во Второе Пришествие В свое Второе Пришествие На самом деле Свой Уход Обычный Вот Но Конечно Когда Ты Знаешь Время Знаете Как бы Ты Сильно Не Страдал Вот Какие Ни Возьмите Любые Ваши Страдания Болячки Там Или Какие Неурядицы В бытовухе Нет Жилья Работы Там Когда Ты Не Знаешь Когда Все Закончится Какое У вас Не Было Страдания По Плоти По Духу Душевная Психическая Финансовая Когда Его Не Видать Конца Ну Как Да Есть Конец Смерти Это Понятно Но Мы Все Не Знаем Ни Дня Ни Часа Поэтому Получается Мы Не Знаем Что Он Будет Это Понятно Но Мы Знаем Что И Второе Пришествие Су Христа Тоже Будет Но Для Утешения Радости Недостаточно А Вот Когда Мы Знаем Когда Законится Пусть Даже Это Нескоро Пусть Тебе Надо Еще Несколько Лет Что Пахать Или Что То Менять Переделывать Там Ты Как Теремон Делаешь Живешь Как В Сарае Еще Что Там Да Но Ты Знаешь Когда Законится Болеешь Чем То Видишь Какую Перспективу Там Исцеление Идет Ты Чем Ты Лечишь Да Когда Ты Знаешь Точную Дату Тем Более Там Работаешь До Такого Дня Потом Уходишь На Какое Хорошее Место Вот Это Все Оставляешь Когда Ты Знаешь Конкретное Время Что Все Вот Это Пройдет Тогда Законится Конечно Жить Намного Легче Даже Если Это Еще Не Скоро Год Два Три Пять Лет Не Знаешь Выплачиваешь Кредит Ипотеку За Квартиру Ну Знаешь Через Пять Лет Все Ты Хотя Бо Отдохнешь Вот Если Ты Будешь До Конца Жизни Рабом Тут И Жить Не Хочется Да Когда Есть Какой Срок Хочется Продолжать Жить И Рай Который Бог Для Нас Сотворил Мы Превратили Просто В Какое Дно Ада Вообще На самом деле Губим Природу Убиваем Животных Все Насилуем Грабим Людей Никого Жизнь Для нас Человеческая Ничего Никакой Цены Легче Пера Как Говорят Ничего Не Значит Это Конечно Смотришь На Все Хочется Просто Сломя Голову Бежать К Вот Так Что Вот Так Вот И Конечно Когда Вот Есть Какая Цифра Узнать У меня Все мои Исчисления Которые Ладно Не буду Выражаться Бог Мне на Сердце Положил Ну Мне Вот Так Вот Лежит Я Так Исследовал Вопрошал Такие У меня Ответы Такие Мысли Конечно Думаешь Несмотря На то Даже До книги Откровений Еще Три Года Три Года Знаете Пролетят И Не заметишь А уж Когда В нее Войдем Уж Все Что Там Описано Со мной Кто Читал Кто Знает Кто Мои Видеоролики Смотрят Кто Сам Исследует Ну Там Вы Знаете Еще Быстрее С одной С одной С одной Когда Ты Болеешь Горе Время Медленно Течет Ну Во-первых Мы Знаем Что Не Все Будет Касаться Христиан Их Будет В основном Гонение Касаться А Сами Вот Эти Вот Так Скажем Казни Ну От Людей Будет Доставаться Христиан Будет В основном От Людей Убивать Их Поэтому Будет Не важно Эхом Войны Будут Задевать Или Прямо Будут Гнать И убивать Как Кто Будет Истину Провозглашать Стоять За Истиной Или Хотя Бо Злу Не Потакать В зле Не Участвовать Все равно Таких Тоже Будут То есть Ты не с нами Ты против Нас Все равно Будет Убивать Гнать Сажать Калечить Избивать Вот Но То что Будет Происходить Как Кары Божьи То Все Это Мы знаем С вами Что У христиан У истинных Детей Света Детей Божьих Будет Печать Бога Живого Начали И Много Касаться Просто Не Будет Это Очень Важно Вот А Время При Всех Событиях Будет Стало Вот Так Открыто Понятно Очевидно У меня Прямо Какой Подъем Вы знаете Я не только Так как Я Сам Преисполнился Любовью Раскрыл Себе Полноту Любви Божьей Ко всему Мирозданию И Действительно Мне хочется Чтобы Все Побыстрее Закончилось Чтобы Побыстрее Все Это Было Дьявол Пусть Идет В бездну Будет Связан Брошен Жа Пророк Антихрист Тоже Там В гиене Огненной Посидят Пока Люди Хотя бы От этого Ада Будут Избавлены Будет Тысячелетнее Царство Будет Второй Шанс Дан Человечество Будем С Христом Опять Вместе Проповедовать Ходить Я об этом Рассказывал Во время Тысячелетнего Царства Будут Снова Каяться Грешники Еще Второй Шанс Человечества На протяжении Тысячи Лет Целых Иисус Приходил На 3,5 Тысячу Лет Будет Очень Многие Покаются Изменятся Вот Ну а потом Великий Суд Потому что Потом Дьявол Будет На некоторое Время Освобожден Это Знаете Вот я Что я хотел Сказать Так Очень Важный Момент Чуть Не забыл В этом Ролике Прям Хорошо Будет Тоже Вот По поводу Того Что Ну как же Не складненько Тут Если От нуля Тут Четыре Еще Растут Шесть А тут 6033 Но и Тысячелетнее Царство Христа Кажется Тысячу лет Но дьявол В конце Него Будет На какое-то Время Опущен Это Уже Не Тысячелетнее Царство Христом Тысячелетнее Царство Христом И Дьявол Вот Поэтому Я говорю Вот эти Все Нюансы Что Первое Пришествие Иисуса Это Череда Его Жизнь События Из его Жизни Его Жизнь Что Тысячелетнее Царство Но Там Кусочек Будет И Когда Дьявол Будет Снова Отпущен Наверху Закрашиваю В Таком Немножко Будет Это Не Знать Что А Насколько Это Допустим Он Будет Там Тоже На Те Самые Три С План Года Опять Значит Не Тысячу Лет А 996 Лет И Пять Десятых 996 Лет С Половиной Будет Царство Со Христом А Три Нюансы Они Меня Лично Не Смущают Потому Что Да Где Бог Конечно Бывает Мы знаем В мире Все Есть И Точный А Есть Анархия У Бога Все Совмещается Он Альфа Омега Первый И Последний Начало И Конец И Без Начало Без Конца В Все Рано Нам Сказано Что Здесь Дьявол Придет Незадолго То есть Так же Как Иисус Как бы Не в 6000 Он Как бы Формально Можно Скать Пришел Да Вот Хотите Он Просто Рос Опять До 300 Лет Явился В Сознательном Возрасте Но Он Придет Оттуда В Зрелом Возрасте Если На земле Он Воплощался И Тут Целый Период Был Тут Ему То Он Просто Приходит В 33 Году То Если Отсюда Мы Видим С вами Что С 2030 30 33 Проходит Ровно 2000 Лет Я Говорю То Что Тут От Ноля Смещается До 33 Не Стоит Смущаться Тут Мы От Одной Точки Откладываем А Здесь Это Череда Событий Они Все Привязываются Конкретной Точки Так Что Здесь Потом То Самое 6000 Опять Это В Тысячелетнее Царство Будет Антихрист Еще Отпущен Будет На Малое Время Вот Мы Об Этого Не Сжимаем Словосчитание Которое Нам Известно Образно Дано Что С Христом Будем Царствовать Тысячу Лет Вот Об Это Я Тоже Хотел Сказать Напоследок Ну Такое Вот Видео Надеюсь Кому То Было Интересно Полезно Изидательно Даст Какое Утешение Что В принципе Мир Подходит К своему Концу А когда Уж Мы Увидим Третью Мировую А мы Очевидно Скоро Увидим Все Эти Ядерные Переброски Все Станет Для Нас Мне кажется Очевидным И Люди Доведут Это До Безумия Это Понятно Без Пришествия Христа Не Уцелеет Никакая Плоть Мы Видим Как Это Безумно Раскручивается Вы Знаете Вот Вдумайтесь Повторяет Без России Зачем Нам Мир Где Нет России То Есть Это Выражение Камикадзе Человека Камикадзе Кто Знает Это Такие Самоубийцы В Японии Их Называли Они Суть Как Называют Они По всему Миру Во все Времена Были Во всех Народах Человек Шахида Кто Знает Или Как Угодно На Востоке Называют Эти Как Вы Помните Их По По-разному Называют В разных Народах Просто На Свой Язык Но Смысл Один Самоубийцы Нет Это Как Он Называется Вы Поняли Человек Который Себя Приносит Готов Себя Не Жалея Лишь Бо Всех Не Достанется Никому Мы Знаем Про Дездемона И От Элла Вот Это Из Эти Серии Заметь Если Человек Такой В Голове Значит Он Это Будет Реализовывать Вначале Был Логос Вначале Была Мысль И Эта Мысль Всегда У нас Материализуется Проходя Грань Между Видим Невидим Миром В Слово Или В Дело Рук И Ног Чего Там У нас Дальше Еще Есть Продолжение Меча Ствола Или Пера Или Еще Чего Т Или Тяпочки Грядочки Кто Во Что Потом Свои Мысли Воплощает Так что Вот так Вот Поэтому Все Очень Похоже Что Мы Идем Прям Физически Мы Достигли Человечество Достигло Того Бог Специально Ограниченную Матрицу Создал Чтобы Мы Познавали Истину Через Окончание Всего Жизни Через Тление Мы Познаем Вечность И Сущность Блага Бытия И Ценность Блага Бытия И Мы Дошли До той Точки Когда Мы Можем Божью Матрицу Божью Школу Жизни Познание Добра И зла Просто Уничтожить Расколов Землю Напополам И Спепелив Ее Полностью Разнеся На кусочки Изнутри Снаружи Как угодно Вот так Поэтому Все По-моему Очень очевидно Конкретно Прямо По датам Все будет И так Время Покажет Мои мысли Не читайте Меня за Пророка Лжепророка Даже Когда Это Если не Сбудется Вдруг Мы Переживем И 2035 Год У меня К тому Времени Может Уже Любого Из вас Не будет Конечно Одному Богу Известно Ну Пока Вот так Вот У меня На этом Все Всем Спасибо За просмотр С кому-то Это Близко Кому-то Это Отрадно Я Только Порадуюсь Цель Записи Этого Ролика Всегда Всех Моих То Что Я делюсь Своими Мыслями Только Благу Бытие Тех Людей Которые Меня Смотрят Желательно Чтобы В благо Бытие Пребывали Все Но К сожалению Как Как Написано В Библии По своему Произволу Люди Избирают Зло Что Очень Жалко Ну Все На хорошей Ноте Заканчиваем Гряди Господи Гряди Ждем Тебя Хотя Бо В 2033 Году Доживем Как 10 лет Еще Протянем Доживем Доживем Субтитры создавал DimaTorzok